В то время царь Иерус поднял руки на некоторых из принадлежавших к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Якова, брата Иоаннова, мечом. Видели, что это приятно иудеям, след затем взял и Петра. Тогда были дни от пресноков. О каком он нам времени, говорит писатель? Конечно, о последующем. Здесь так надо бы разуметь, а в других местах иначе. Когда Матфей говорит «Во дни те пришел, и Иоанн проповедует», то означает не последующие дни, а те, в которые происходило повествуемые. Матфея 3.1. В Писании обыкновенно употребляется такой образ речи, что иногда событие непосредственно следующее излагается по порядку, а иногда об имеющем слухице гораздо позже повествуется, как о непосредственно следующем. Прекрасно, говорит Ира царь, так как это был не тот, который жил при Христе. Вот и другое искушение. И смотри, о чем еще вначале я сказал. Как дела устраиваются, как все составляется из радости и скорбей. Уже не Иудея и не Синедрион, но царь поднимает руки, чтобы озлобить. Здесь высшая власть, тихчайшая брань. Тем более, что происходило в угодность Иудеям. Убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Без причины и без разбора. Если же кто спросит, зачем Бог попустил это, то мы скажем, ради них же самих. Во-первых, чтобы убедить их, что верующие, будучи убиваемым, побеждают, как было со Стефаном. Во-вторых, чтобы дать им насытить ярость свою и потом удержаться от неистовства. В-третьих, чтобы показать, что это происходило по его попущению. И увидел, что это приятно Иудеям. О, великое нечестие! Кем ли угождал им, что совершал убийство без причины и напрасно? Были же дни опресников. Опять видна излишняя разборчивость Иудеев во днях. Впрочем, убивать они и не препятствовали. Но и в такое время делали это. И задержал его. Его посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов теречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Это происходило от гнева и от страха. Убил, говорит писатель Иакова, видишь ли мужество апостолов, чтобы кто-нибудь не говорил, будто они потому смело и бесстрашно идут на смерть, что Бог избавляет их от них. Для этого он попускает им быть убиваемыми и особенно верховным, научая тем самих убивающих, что даже и это не останавливает их и не препятствует им. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Они находились теперь в самом опасном положении. Их устрашало и то, что тот убит, и то, что этот посажен в темницу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованные двумя цепями, и стражи у дверей стерегли в темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет посеял в темницу. А ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, встань скорее. И цепи упали с рук его. Смотри, в эту самую ночь избавил его, и свет воссеял в темнице. Чтобы он не подумал, что это привидение, а света никто не видал, кроме его. Если при этом он думал, что видит привидение по причине неожиданности, то тем более подумал бы, если бы этого не случилось. Так он был готов на смерть. А это происходило от того, что он оставался там много дней, не получая избавления. Почему же, скажет Бог, не попустил ему впасть в руки Ирода, чтобы тогда и избавить? Потому что это привело бы их в ужас, а это происходило и для них. Подумали бы, что апостолы не люди, если бы он все совершал божественно. Чего он не сделал со Стефаном? Не явил ли им лицо его, как лицо ангела? Чего же вообще не доставало и здесь? И сказал ему ангел, опаяшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему, надень одежу твою, иди за мною. Здесь писатель снова показывает, что все сделано не злым умыслом. Кто спешит и намеревается выйти украдкою, тот не делает таких приготовлений, чтобы обуться и опоясаться. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что дело мое ангелам было действительно, а думая, что видит видение. Прошедшие первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Вот и второе знамение. Когда Петр пришел в себя и сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». Теперь, говорит, я уразумел, а не прежде. Для чего это делается? И почему Петр не разумеет происходящего, хотя он уже был столь свободен после того, как все цепи были сняты с него, для того, чтобы он получил избавление внезапное, чтобы тогда уже по избавлению почувствовал это, а что цепи спали с руки его, это явный знак, что он не убежал. И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнавши голос Петра, от радости не отворила ворот, но вбежавши объявила, что Петр стоит у ворот. Смотри. Петр не тотчас удаляется из Иерусалима, но наперед сообщает радостную весть своим. А те сказали, в своем ли ты уме? Но она утверждала свое, они же говорили, это ангел его. 244. Смотри, как и служанки были исполнены благочести. От радости она не отворила синей, но они и после этого не верили. Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукой, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал, уведомьте об этом Иакова и братьев. Потом вышед, пошел в другое место. Но обратимся к вышесказам по порядку. В то время, говорит писатель, «Как дикий зверь Ирод нападал на всех без причины и без разбора». Здесь исполняется то, что сказал Христос. «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещение, которым я крещусь, будете креститься». Убил Иакова. А почему, скажут, он не убил Петра тогда же? Причину привел писатель, ибо были дни опресников. Он хотел совершить убиение его с большей торжественностью. Сами иудеи по совету Гамалиила теперь воздерживались от убийства и притом не находили причин к тому. А через других совершали то же самое. Так как был другой Иаков, брат Господень, то он означал это, сказав, что брат Иоаннова. Видишь ли, что эти три апостола были главной, особенно же Петр и Яков. Это служит к большему осуждению иудеев. Ведь уже явно было, что проповедь их нечеловеческая, и поистине исполнялось сказанное, что считает нас за овец, обреченных на заклание. Увидел, что это угодно иудеям. Приятно было убийство, и при том убийство несправедливое. Велико безумие Ирода. Он служил нечестивым страстям их. Наблежало бы делать противно и удерживать их неистовство. А он возбуждал и был как бы какой палач, не дугающих, а не врачих. Хотя имел много примеров и деда, и отца Ирода, из которых первый за убиение младенца потерпел множество бедствий. А второй, убивший Иоанна Крестителя, вел жестокую войну, которую взял и посадил в темницу. Он боялся, чтобы от страха по случаю убиения Якова Петр не скрылся, и чтобы вернее иметь его в своих руках, посадил его в темницу. Чем тщательнее было стережение, тем удивительнее событие. Это послужило Петру сделать еще более славным и показать свое мужество. Церковь о нем прибежно молилась. Эта молитва – знак любви. Все молились об отце, кротком отце. Послушайте, как они были расположены к учителям. Они не возмущались, не производили смут, но обратились к молитве, прибегли к этой непреоборимой поборнице, не говорили, «Я невелик, и напрасно стал бы молиться о нем». Они делали по любви, и потому ничего такого не помышляли. Хочешь ли знать, что сделали иудеи против своей воли? Тех сделали славнейшими, а этих усерднейшими. И смотри, искушение постигает их в праздник, чтобы они явились славнейшими. Которого взял Ирод, и в ту ночь Петр спал. Видишь, Петр спит, не предается ни унынии, ни страху. В ту самую ночь, когда хотели вести его на смерть, он спал, предав все Богу. Спал непросто, но посреди воинов и связанный. Видишь ли, как тщательно стерегли его. И вот, говорит, ангел Господень предстал, говоря, «Встань скорее». Стражи также спали, оттого ничего случившегося не слыхали. И свет восстаял для того, чтобы Петр увидел и услышал, и не подумал, что это привидение. А чтобы он не замедлил, то толкнул его в ребра. И не просто сказал «Встань», но прибавил «Скорее». Так он крепко спал. Думая, что видит видение, но прошли первую и вторую стражу. «Где теперь еретики?» Пусть они скажут нам, как он прошел. Но они не могли бы сказать. «Меже тем ангел для того повелевает ему опоясаться и обуться, чтобы и этим внушить ему, что это не привидение, чтобы он воспрянул от сна и убедился, что это истина. Для того тотчас же и цепи упали с рук его, и сказано было «Встань скорее». Это слова не смущающего, но убеждающего не медлить». 10.46 «Видишь ли, как чрезвычайно знамение? Как оно изумляет видящего? Как представляется невероятным?» «Если Петр думал, что видит привидение в такое время, когда сам был опоясан и обуть, то чего не случилось бы со всяким другим?» И вот прошли первую и вторую стражу. Происходившее внутри было более чудесно, а это последующее более обыкновенно. Когда уже не было никакого препятствия, тогда ангела не стало с ним. «Петр один не прошел бы при столь многих препятствиях, ведь это было изумительно, поистине изумительно». «Ныне, — говорит, — вижу, что воистину Бог спасал ангела своего». «Ныне, а не тогда, когда я был в вузах». И вот, осмотревшись, пришел в дом Марии, размыслив, где он находится, или об этом он размышлял, или о том, что не должно просто удалиться, но воздать благодателю, размышляя о том, он и пришел к дому Марии. Кто этот Иоанн? Может быть, тот, который всегда был с ними? Потому писатель присовокупляет и прозвание его. Смотри, какое благо скорбь! Какой успех имела молитва их во время ночи! Как они были бдительны! Видишь ли, какие плоды от убиения Стефана! Видишь ли, какая польза от этой темницы! Подлинно Бог не для отмщения гонителей их являет величие евангельской проповеди, но для самих гонителей, хотя они не терпят ничего неприятного. Показывает, как велики скорби сами по себе, чтобы и мы не старались всячески избавляться от них или мстить за них. Заметь, как и служанки их были равночестны им. От радости, говорит, не отворило. Хорошо это сделано и в том отношении, чтобы они увидели его вдруг, не устрашились и не стали сомневать, но чтобы мысли были подготовлены. И как обыкновенно делается у нас, так и теперь она сделала. Она поспешила сама принести радостную весть, и в самом деле это была радостная весть. Говорят, это ангел его. Отсюда очевидна истина, что у каждого из нас есть ангел. И как они пришли тогда к мысли, что это ангел? По времени рассудили так. Между тем Петр скучал. Он же, дав знав рукой, водворил великую тишину, чтобы они высушили его. Как он был теперь возделенен для учеников? Не только потому, что избавился из темницы, но и потому, что тот час же пришел и пристал перед ними. Затем ясно узнают все и свои, узнали бы и чужие, если бы захотели веровать, но они не захотели. Так было и при Христе. Возвестите, говорит, Якову. Смотри, как он не тщеславен. Он не сказал сделать это известным повсюду, но братьям. И пошел в другое место. Не искушал Бога и не подвергал сам себе опасности. Это они делали только тогда, когда им было повелено. Так им было сказано. Встаньте и говорите в храме людям. Они выслушали это и тотчас же повиновались. Но того ангел не сказал ему, а только отступив в молчании и выведши ночью, доставил ему возможность удалиться. Это также происходит для того, чтобы мы научились, что многое совершалось тогда и по-человечески, чтобы он опять не подвергся опасности, а чтобы те не сказали по отшествии его, что это ангел его. Для этого они высказывают наперед, а потом видят его самого во провержение такой мысли. Если бы это был ангел, то он не толкал бы в дверь и не удалился бы в иное место. В этом уверяет их и то, что это было не днем. Таким образом, свободные от уз пребывали в молитве, а связаны во сне. Если бы он принимал происходившее за действительность, то устрашился бы и не помнил бы случившегося. А теперь, как бы видя сновидение, он оставался невозмутимым. «Пришли, — говорит Писатель, — пришел ко вратам железным. Смотри, как они были крепкие. И почему скажут, что это совершается не через самых апостолов? Потому что Бог и тем оказывает им честь, что избавляет их через ангелов. Почему же с Павлом не так было? Там стоит цель, чтобы темничный страж уверовал. А здесь надлежал избавиться только одному апостолу. А с другой стороны, потому что Бог устроял все разнообразно. Там Павел воспевал хвалы, а здесь Петр спал. Поэтому не будем скрывать чудес Божьих, но будем стараться, чтобы они делались известными и для нашей пользы, и для назидания других. В самом деле, если Петр удивителен, когда восхотел быть связанным, то он еще удивительнее, когда не прежде удалился, как возвестив наперед обо всем своим. Сказал, скажите Якову и братьям, для чего повелевает возвестись? Для того, чтобы они возрадовались, чтобы не скорбели, чтобы те узнали об этих, а не эти от тех. Так он заботился о нижайших членах. Подлинно. Нет ничего лучше умеренной скорби. Какова, думаешь, была тогда душа их? Какой исполнено радости! Где теперь жены, спящие во всю ночь? Где мужи, не хотящие даже поворотиться на ложе? Видишь ли бодрственную душу? С женами, детьми и служанками они воспевали, от скорби, соделавшись в чище небо. А ныне мы едва увидим малую опасность, падаем духом. Нет ничего светлее тогдашней церкви. Будем же подражать. Будем соревновать. Не для того да на ночь, чтобы мы во всю ее спали и бездействовали. То есть свидетели, тому ремесленники, погонщики мулов, торговцы, церковь Божия, восстающие среди ночи. Восстанье ты, посмотри на хор звезд, на глубокую тишину, на великое безмолвие и удивляйся делам владыки твоего. Тогда душа бывает чище, легче и бодрее. Бывает особенно способна воспорять и возвышаться. Самый мрак и совершенное безмолвие много располагает к умилению. Если взглянешь на небо, испечренное звездами, как бы бесчисленным множеством глаз, то получишь совершенное удовольствие, помыслив тотчас о Создателе. Если представишь, что те, которые в течение дня шумят, смеются, играют, скачут, обижают, лихоимствуют, досаждают, делают бесчисленное множество зол, теперь нисколько не отличаются от мертвых, то познаешь все ничтожество человеческого самолюбия. Сон пришел и показал природу, как она есть. Он образ смерти. Он образ кончины мира. Если же глянешь на улицу, не услышишь ни одного голоса. Если посмотришь в доме, увидишь всех лежащими, как бы во гробе. Все это может возбудить душу и привести на мысль кончину мира. 248. Слово мое к мужам и женам. Преклони колено, воздыхая, моли Господа твоего быть милостивым к тебе. Он особенно преклоняется на милость ночными молитвами, когда ты время отдохновения делаешь временем плача. Вспомни о царе, как он говорил, я утружден воздыханиями моими, омываю каждую ночь ложа мою, слезами моими постель мою орошаю. Какие бы ты ни имел удовольствия, не будешь иметь более его. Как бы ты ни был богат, не будешь богаче Давида. Но он же в другом месте и говорит, полнош вставал я словословить тебя за все правды твои. Тогда не беспокоить тщеславие, да и как может беспокоить, когда все спят и не видят, когда не нападает леность и беспечность, да и как могут напасть, когда столь многое возбуждает душу. После таких стеночных бдений бывает и сон приятный, и видение чудное. Это дело и ты, и муж, а не одна только жена. Пусть дом соделается церковью, составленной из мужей и жен. Не считай препятствием этому то, что ты муж только один, и что жена только одна. Ибо где двое, говорит Христос, собранного имя Мое, там и я посреди их. А где присутствует Христос, там великое множество. Где Христос, там необходимо бывает и ангелы, и архангелы, и прочие силы. Поэтому вы не одни. Когда с вами владыка всех, и еще послушай, что говорит пророк, лучше один праведник, нежели тысячи грешников. Сирахов 16.3 Нет ничего бессильнее многих грешников, и ничего сильнее одного, живущего по закону Божию. Если у тебя есть дети, то подними и детей, и пусть во время ночи весь дом сделается церковью. Если же они и малолетние, и не могут переносить бодрствование, то пусть выслушат по крайней мере одну молитву или две, и успокоятся. Только ты встань. Только ты обрати себе это в навык. Нет ничего прекраснее жилища, в котором совершаются такие молитвы. Послушай, что говорит пророк. Я вспоминал тебя на постели моей, поучался. Псалом 62.7 Но скажешь, я очень утомился в продолжении дня, и не могу. Это отговорка и предлог. Сколько бы ты ни трудился, не потрудишься более к овача меди, которая опускает столь тяжелый молод с великой высоты, брызжет искрами по всему телу, пропитывается дымом. И однако проводит в этом большую часть ночи. И вы, жены, знаете, когда вам бывает нужно идти в поле или прийти в ночное собрание, что там проводят целую ночь без сна. Так и у тебя пусть будет духовная кузница, чтобы устроять не котлы и сковороды, но душу твою, которая гораздо лучше всякого произведения из меди и золота. Ее, устаревшую от грехов, ввергни в горнило покаяния, ударяя ее с великой высоты молотом, то есть исповеданием грехов, воспламени огонь духа. Твое искусство гораздо лучше. Ты устрояешь не золотые сосуды, но душу драгоценнее всякого золота. Подобно тому, как ковать меди свои изделия, ты не вещественно приготовляешь сосуд, но освобождаешь душу от всякого житейского попечения. Пусть предстоит перед тобой светильник, не этот сгорающий, но тот, который имел у себя пророк, когда говорит, «Свет, стезе моей, светильник, ногам моим, закон твой, воспламени душу молитвою, если увидишь, что она имеет довольное огня, то вынь ее из этого горнила и устрой ее, как хочешь. Поверь мне, не столько огонь истребляет ржавчину металла, сколько ночная молитва о ржавчину грехов наших. Устыдимся, если никого другого, то хотя ночных стражей. Они, повинуясь человеческому закону, обходят во время стужи, громко крича и проходя по улицам, часто под дождем, мы цепенея от холода для тебя, для твоей безопасности и для охранения твоего имущества, тот о твоем имуществе оказывает такое попечение, а ты не оказываешь даже о душе своей. И притом я не заставляю тебя ходить, подобно ему, под открытым небом, не громко кричать и надрывать, но находясь в том же самом жилище, в той же самой спальне, преклони колено, обратись с молитвой к Господу, для чего сам Христос на горе пробыл всю ночь. Лука 16, 12. Не для того ли, чтобы подать нам с собой пример? Тогда растение восстанавливает свои силы, то есть во время ночи. Тогда особенно и душа еще более их принимает в себя росу. Что днем попаляется солнцем, то освежается ночью. Ночные слезы лучше всякой росы не сходит на пожелания и на всякое пламенное рожжение и не попускает потерпеть ничего вредного. Если она не будет питаться этой росою, то будет сожигаться во время дня. Впрочем, да не подвергнется никто из вас сожжению от того огня, но, пребывая в прохладе и под покровом человеколюбия Божия, господобимся всем освободиться от бремени грехов. Благодати человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и приснанность, и во веки веков. Аминь. Аминь.